Ну, как обещал, что вторая часть, она как бы сборная, тут песни любые, но потом минут 20 мы оставляем, и вот уже два заказа есть, это история Афганистана, то, что вы говорили, да? И Афганский Гернижор, а потом еще, поэтому у меня какая просьба, если сейчас здесь 25, значит, сколько же, чтобы осталось 20 минут? Ну, короче, ровно в 10, если я не закончу петь, то вы начинаете там кричать, свистеть, да, и мы начинаем, да, типа как концерт по заявкам Песня с длинным названием, хотя песня очень короткая, название такое Ночная гроза в московском районе Останки Мне вроде ничего не говорится, но вот она для меня очень дорогая И как-то надеюсь, что может этот двор передастся Песня очень дорогая Мы молодым и одиноким, И мы никуда не спешим. И гром озарится лицом Небесным огнем из окна, И гром сотрясает столицу, И сердце пронзает лина. И вижу, как будто впервые Во всем виновата гроза. От страха и счастья кмельные, Забытые мною глаза. От страха и счастья кмельные, Забытые мною глаза. Очень хочется спеть песни о Севастополе, Потому что, конечно, сейчас наша жизнь изменилась. У меня очень много песен о Севастополе. У меня очень много связано. Я туда еще молодым, совсем лейтенантом, Приезжал, ходил в боевые походы с кораблями, Средиземное море. И потом, я делал фильм о Севастополе для центрального телевидения, Назывался «Трижды рожденный бомбит», Кто-то случайно видит. Я тогда неоднократно ездил с женой, Я там влюблялся без жены. Но песни о Севастополе, они у меня, к сожалению, Такие не то, что новички, Но о том, что в Севастополе шел это Россия, Сейчас он горлется. Таких еще много песеней я не писал. Поэтому что мне остается спеть песню О одной из всех, ну, влюбленцев, скажем, В Севастополе и в те времена. Называется «Русалка». Белый парус в черном море Над зеленой водой То ли счастье, то ли горе Не с такою молодой Черноморская русалка Кожа-губль салатный С нею шатком нее На волне и пепел полный Красава-губль У нее высокий рост У нее красивый твердый Но немного длинный хвост У нее глаза как пол И как солнце чешуя То ли счастье, то ли горе Продолжение следует... ПЕСНЯ 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 Убега Чехий парус в черном море Над зеленой водой То ли счастье, то ли горе Не с Такою молодой Черноморская русалка Даже губы солоны, с нею шатком не хивалка, На волне и без волны. Если вы заметили, что я не борту. Потому что я стараюсь играть на простых аккордах, без всяких вендережей. И это не значит, что я не имею. Я время от времени себя заставляю и начинаю все переборы, сложные аккорды пить. И потом замечаю, что лично мне это мешает. Для меня важно, чтобы вы слышали и понимали слова. Потому что почти все песни, что я пою, это сфихи, которые можно печатать в книге. Я их печатаю в книге. Практически у меня есть очень мало песен, которые не печатают. И плюс я специально не делаю какие-то сложные мелодии. Обычно один какой-то поворот, где-то достаточно. Но вот у меня есть номерам песен с двумя поворотами. Вот я вам сейчас покажу. ПЕСНЯ 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 Всё-таки страна была, и мне другой не надо. Была страна, страна была, и мне другой не надо. Много, больше десяти лет проработала в военном отделе «Правда», где был начальник Димур Гайдар, контр-эдмирал, и было два специальных корреспондента. Я самый молодой в «Правды» спецхор за всю историю, в советской правде. Тогда же это была «О, какая большая казнь». И ещё был такой Пётр Алексеевич Студененький. Хотел сказать, хороший человек, значит, я себя тоже считаю. Но он тоже был достаточно молодой, поэтому так называли нас Димур и его команды. И мы время от времени собирались в неформальной обстановке, чтобы обсудить, а что вообще делать с вооружёнными силами и так далее. Всё-таки мы органы ЦК. Обычный повод какой-то – что-то сделать, например, пельмене. Но один раз так собирались, и Димур говорит, ну ладно, сделаем мы пельмене, напьёмся, ну так, сволочка. Потом, ладно, развезём нас редакционную машину. А что-то должно остаться, ты говоришь, не пиши песню. Вот я написал такую песню, где использовал, если кто-то читал «Незнайку» Николая Носова, там была считалочка. «Эни-бени-рест, твинтер-финтер-жест. Эни-бени-рябот, твинтер-финтер-жава». А я ещё почему это помню, потому что мой дед, он был директором Кировского дятского ботанического сада. У него был гостевой домик. И в гостевом домике в далёкие там года, ещё там в середине 50-х годов прошлого века, у него был этот самый художник, который иллюстрировал первое издание «Незнайки». Вот сохранилась семейная легенда, что я, когда мне было там года 3-4, он у меня носил на руках, и потом говорил, что я не знаю кого, вот он тогда рисовал «Незнайки», он мне рисует с вашего ноги, но у меня будет такой же лопаухий. Так это или не так, мы семейная легенда об этом не гласим. Мы собрались на пельмени, мозговой армейский трес, «Эни-бени-рест». А так как я заканчивал войну Академии Дзержинского, это ракетные войска с торпедическими окончениями, то я немножко разбираюсь во всех этих вооружениях. Есть такое выяснение, там, ядерные триаты. Это что значит? Это то, что летают, то есть бомбардировщики с ядерным оружием, подводные лодки, РПЛС тоже ядерным оружием, да, ну и такие стандартные наземные опции. Это все называется триаты, там, ракетные ядерные войска. Это тоже, как вы упоминяете, знаете. Мы собрались на пельмени, мозговой армейский трес, «Эни-бени-эни-бени-эни-бени-рест». Все разведчики из Интерпост какались с мест, Что решили твинтер-финтер-финтер-финтер-финтер-жест. От слубянки едут татки, «Эни-бени-фыр», И, мол, тише, чтоб загранки думали про мир. Вот мы сели, вот мы сели, выпили в присесть, «Эни-бени-акосели твинтер-финтер-жест». Мы сейчас еще по разу «Эни-бени-ух» И крылатые заразы «Твинтер-финтер-бух». А потом всяких лекций чуть-чуть добавили, что Их мобильные мэпсы «Эни-бени-стоп». Ну, от райд этой подлодки «Твинтер-финтер-буль» Мы заманим русской водкой на Ливербург. Вот они и пестряты, и «Эни-бени-нет», А у нас с веном порядок и пивком нет, И с горючей этой смесью твинтер-финтер-марин. Мы в Нью-Йорк, мол, выпьем вместе, Тватит лива, вот как можно «Эни-бени-выр» Вывезть мир из тьмы, Если сядут за пельмени светлые умы. А сейчас совсем другая песня. Есть такая легенда, не может не легенда, Но она уже стала частью литературы. Если кто-то, по-моему, 93-й год, То есть октябрь, 4-е число, да. И потом, когда уже танки стреляли, Когда уже все горело, И потом уже, когда уже вышли все, Там, русской, вроде мой приятель, Который там показывал, Что вот я из этого автомата не стрелять, кстати. Но там якобы осталось несколько человек. И уже не якобы, а там действительно из огня Были такие прощальные салюты Тараси. Это было. И якобы они то ли пели, то ли вспоминали вот эту мою песню. Я думаю, что это легенда. Но она уже стала литературной легендой, Потому что она напечатана в нескольких порядках. В том числе очень такой хороший писатель. Я вам советую, если кто-то увидеть, Евгений Чарнов. Он был у нас представителем в Союзе писателей Клуба Рассказчиков. Вот у него тоже есть. То есть то якобы они эту песню пересмотрели, То ли пели, то скоро вспоминали. ПЕСНЯ 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 Кажется, все уже кончено. Не кончено все. Когда ты говоришь шестьдесят, я говорю, жить осталось. Еще шестьдесят. Я обычно это необычно не пою, но хотел бы сказать, что это песня о моей последней игре, потом думала о крайней мере. На Ярсковском болоте На дальнем повороте Зады на временной улице В гостином и горе. Вы в домике живете В стоящем на подлюде Среди наряда собора С колодцем во дворе. Для вас я малозначен, Но все-таки на рыбачен На Ярсковском болоте, Где рыба не крен. При вас неудачи Я радости не прячу, Не зря же приезжаю Сюда не первый год. От панчега до кучки Неверные мосточки, А дальше ни досочки, ни книжего гривна. От глазки, губки, щечки, Ах, белые носочки, Ах, желтенькая гудка Китайского сукна. На Ярсковском болоте Вы двадцать лет живете, А я живу лет сорок В казарменной груши. От уточки на взлете, От пьярки в пятой роте, Ах, сломленные задурнут Ростинки камыши. От уточки на взлете, От пьярки в пятой роте, Ах, сломленные задурнут Ростинки камыши. Ах, сломленные задурнут Ростинки камыши. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто у нас по времени? Хорошо. Из двадцати. Не вернее. Не получится, но мне сегодня и хочется делать, или пытаться делать такие вещи, которые либо получатся, либо не получатся. Называются «Военный Кавказский романс». Здесь, в войне, в горной стране, Вспугался мне сад при луне. В этом саду в давнем году Ты меня ждешь, я тебя жду. Гордая рука на броне, Словно во сне, жизнь на войне, Все на песке, на волоске, Если писать там вдалеке. Взрывы пережду, Свет обойду, В этом роду не пропаду, Только бы мне здесь, на войне, Не позовы в сад при луне. Здесь, в войне, в горной стране, Вспугался мне сад при луне. В этом саду в давнем году Ты меня ждешь, я тебя жду. Ты меня ждешь, я тебя жду. Ты меня ждешь, я тебя ждешь, я тебя ждешь. Я хотел показать вам одну песню, которая написала сейчас в школе, а так как я закончил школу экстердно, мне было лень учиться в каждом классе, я закончил где-то между 15-16 годами, хотя я поступил в школу уже 8 лет, и старший отец был офицером, и мне надо было учиться. И где-то в 10-м классе я написал песню, которую пели и даже больше играли на всех наших танцах в провинции, я в то время жил и закачивал школу в городе Шуеве, Ивановской области, и мне был предок, приглашаешь какую-то девочку отец, а ты говоришь, вот сейчас кто-то сыграет мою песню. А мы, кстати, тогда не пели, у нас не было даже там какой-то там, чтобы там, дизжаки, были нормальные ассамбли, которые вживую все иногда... А, а потом через годы я услышал, по телевизору какой-то КВН показывали, какая-то команда из Сибири, смотрю, поют мою письмо, блин, интересно... И из чего танки красивых делают? И что за пищей они обедают? И почему мы, словно ненормальные, теряем красоту свою мораль? И мы из-за вас мески ночами светлыми, Все как один становимся поэтами, И мы меняем истины все вечные, На красоту возможную конечную. От свотерских земли я встанье нас вежливо, И мне-то ответ ты предлагаешь вежливо, Ты знаешь все, что я сказать отчаялся, И рано, что слова не получаются. Куда идем, мы вместе все хоращатся, И за тобою следом толпы тащатся, И почему-то все вокруг завидуют, И идущим с тобой индивиду. И из чего таких красивых делают? И что за пищей они обедают? И почему мы, словно ненормальные, Теряем красоту свою мораль? Ну вот серьезная песня в Севастополе. Ну, что же мне надо сказать? В 12-м году меня в коммунист, А я коммунист был и остаюсь. Не в руку, может быть. Затащили в Севастополь на 75 лет, Как ушел оттуда флот. В 1923 году белогвардейский был. Который сначала высадил наши белые войска в районе, в Турции, в Галибре, а потом ушел в Тунис, в Безьян. И это для меня очень трогательно, потому что, как все коммунисты, я сначала был белогвардейцем, естественно. Потом монархистом, а потом уже с гадами, понимая, что, кроме идеи коммунизма, все остальное бред. Но что было интересно, например, в то время население Севастополя составляло 70 тысяч человек. А на кораблях, когда ушло, тоже 70 тысяч. Вот как будто, ну понятно, что там в большинстве войска, но такое ощущение, что город снялся и ушел. И еще этот 1925 год, не забывайте, то время, когда у нас было тоже ощущение, что он куда-то уходит и ушел. Крым ушел, да? Вот я написал такую песню, и там нужно пояснить, что на грот стенгах, не сдавшиеся вымпела, если вымпел поднят на грот стенге, это означает, что корабль находится в бою. Для одного фильма большого, а именно о белогвардейцах, я записал эту песню, и она звучала. Там, естественно, все это за кадром. Его показывают по телевидению уже в демократическое время, естественно. Может, еще покажут, но тогда вспомните, что где-то будет слышать. К нам опять уходит наше русское море, без неправой скнобы, что отчизная была. Нам опять поднимал в неноком просторе, на грот стенгах не сдавшиеся вымпел. Нам опять вспоминать скалы русского Крыма, Севастопольский ритм и Малахов-Курган. Нам опять объяснять то, что необъяснимо, И сквозь слезы передеть мировой океан. Вот когда мы поймем, ум наших праведных горе, Сборит с волей любовь, и мы не смогли, Раз в три четверти века по русскому морю, Из России уходят ее корабли. Нам опять уходить наше русское море, Из неправой страны, что отчизной была. Нам опять поднимал в одиноком просторе, На грот стенгах не сдавшиеся ангела. На грот стенгах не сдавшиеся ангела. Это первый плач специального корреспондента. Там речь идет о газете «Известия», Мы тогда «Правда и известия». Мы обычно не то что продавали, но соревновались. У кого, например, дачи лучше? У нас были дачи в Серебряном Бару, Честно говоря, развалюющие такие. А у них были дачи на Сходне. И они были получше к качествам, Но там зато на книге все как спалют. А над вами смотрят. У кого лучшие генераторы? А мы молодежь, потому что я там относился к полной молодежи, И нам очень спорили уголовка «Российка-секретарь». Поэтому здесь он упоминается. Поздней ночью на улице глупо, Когда номер подписан в печать, Слаб ты, друг, ощущения глупкие С молодецкого скинуть крюча. Вот идешь ты дурной и прогуренный, Очернев от газетного дня. В голове твоей за штукатуриной Не бывает святого огня. Ничего к тебе нынче не можется, И, глядишь, исполнено тоски. Как на девичьях рашенных рожица Под ресницами тлеют зрачки. Хорошие длинноногие бестии За чужого короля поют. Говорят, что в газете «Известия» Всем таких секретарь спытают. «Известия» А в окно ресторанах до кубища, Разжимсов твоя в них молодёжь, В индуемом спецкоровском рубище Ты стыдливо сторонкой идёшь. И пока до твоей однокомнатной Кормыхает полночный трамвай, Размечтайся о чутке каком-нибудь, Но жене не называй. Съешь на кухне котлетку холодную, Не спеши освещение включать. Она лейка скограмм за свободную, За советскую нашу печаль. С каждым годом она всё могучее, Вкруг неё вся страна сплачена, Как гнезды у окна, словно чучело, Ни черта не видать из окна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Через 3-4 минуты начинаем основную программу. А пока ещё раз. КТП, самогик, объяснение. Меня туда сдотащили в правду, Когда я был шерстенантом. Я пришёл на полковничью должность. Большую. И я стал получать меньше, чем лейтенант Баркни. Когда говорят, что вон, Это так все партийные зажрались там. Вот демократы нынешние. Посмотрите. Ну правда я получал, Я под землёй, Я в то время служил так, Немножко подземный. Но всё равно. Вправду я получал меньше, Чем лейтенант Баркни. Поэтому невеждая, Когда там, Да, были какие-то зажравшиеся, Но было так мало. Вы знаете, что даже у Брежнева, На даче, У него всё бельё, Все там простые, Все были про шкапелёваны. Дача номер один. Всё там. Это не твоя собственность. Демократ. 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 Да, нет, Это потом. Серьёзной песни ты не хочешь, По-моему, еще поймёшь? У меня брат есть старший, Владимир. Он тоже поэт, Он печатается под псевдонимом Урусов. Может, когда ты это увидишь. Хороший поэт. И мы с ним как-то Решили написать Универсальную песню, Которую обвесяла Вообще всю военную службу И всю жизнь. Мы понимали, Что песня должна быть глупая. Потому что мы всё Универсальная. Вот я вам сейчас покажу, Что у нас получилось. Время беззащитного цвета Предродины вечно вдалуй Могу покорить всё пламяне, А выпить в строю не могу. Снаряд в снаряднике, Снаряд в снаряднике, Штыки в штагеннике, В подробствове. Судьба фатанная, Смерть моментальная, Жла в одужине, Моё земля. Снаряд в снаряднике, Снаряд в снаряднике, Снаряд в снаряднике, Штыки в штагеннике, Подробствове. Судьба фатальная, Смерть моментальная, Душа в одужине, А я в земле. Снаряд в снаряднике, Снаряд в снаряднике, Штыки в штагеннике, Подробствове. Судьба фатальная, Смерть моментальная, Душа в одужине, А я в земле. Заканчиваю обязательно программу Полушуточной, полусерьезной песенкой, Связной с твоей малой родиной, Когда началась эта поганая, Перестройка и все прочее, Почему-то у нас в Шуе, Такая маленькая гораторка, Открылось огромное количество Баров, Небольших ресторанов, Пивложек, просто дикое количество. А работать уже было негде. И многие мои, В том числе и знакомые девчонки, Ушли туда официантками, Не только официантками. И вот такая песня, которая называется Девчонка из Шуйского бара. Я живу и вижу кошмар, Но в ночи и средь бедного дня, Да девчонка из Шуйского бара, Охраняет, как ангел меня, Да по возрасту я и не падаю, Между нами любви не на грош, И с девчонкой из Шуйского бара. Я судьбою не только похож, Отдаётся почти что за даром, Я стиха и тела мана. Но с девчонкой из Шуйского бара, Делим лучшие мы времена. Денег нет, осталось гитара, Счастья нет, осталось душа. Ах, девчонка из Шуйского бара, Удивительно, как хороша. День, панели, а вы тротуары, В этом разницы нет никакой. И с девчонкой из Шуйского бара, Я склоняюсь неприпящей плоти, Между нами к чему-то рыбаем, Пополчи или выпьем вина. Не нужна мне сегодня гитара, Ей сегодня любовь не нужна. А в России раздор и свар, Голотуха, разоруха, разлад, И девчонка из Шуйского бара, Я последним товарищем в рай. Мы ведь все не меняли из базара, Нам стыдиться не нужно с утра. И девчонка из Шуйского бара, Не роднее, чем родная сестра. Я живу или вижу кошмары, Но в ночи не средь летного дня, Проститутка из Шуйского бара, Охраняет, как вам, где он меня. А девчонка из Шуйского бара, Осияет и роман меня. По графику начинаем «Свободную страду». Первый заказ был, это «Ваша история в местах». Ужасное, тяжелое, длинное письмо, Но я попробую сделать. Из пояснений, что она написана в два захода. Первый заход, когда был жив Брежнев, Который упоминается под именем «Тот, кто нынче выше всех». И второй заход, когда уже Брежнев умер. Потом я сделал этого единое, И печатал уже как единый песок. Безусловно, дали мах, Мы десяток лет назад Называем за хершах и высочество, и брак. Мы им завод платили, Мы даем ему бля. Да, любили мы скотин, За хершаха короля. До зубов вооружили, Утопили ему хорон, А вообще не плохо жить С этим садом за хером. И целует с господа Тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпичку в даме Под камунский полетет. Но история, как средство, По весотам кирпича, Где за хер, где королевство, Только камень и твича. Началась другая эра, Там, конечно, а не тут, Мы приветствуем премьера По фамилии Даут. Сразу помощь предложили, И деньгами, и трудом, Как с товарищем зажили, С этим самым Даутом. Только снова дали мах, Семь революционер, Оказался братом шахта И агентом ФБР. Был он подлым и твуличным, А его же, как на грех, Целал утром лично Тот, кто нынче выше всех. Но пришел конец Иуде, Там, конечно, а не здесь. Вышли танки при Дауде, Нет, да он, да танки есть. И хотя бы рановато Взяли принца на штыки, Но целуем словно брата Нура-мура-тараки. Правда, дружит с Пакистаном, Книги пишут в кровоте, Из казны, как из кармана, Много хапнул на детей. И партийные разлады Не путево примерял, Расстрелял кого не надо, Кого надо не стрелял. Мы идейно с ним дружили, Но готовили палки. А вообще неблаго жили С Нура-мура-тараки. Дали орден, дали займы, И командовал сквозь снег. И Ромур, мол, и немайно Тот, кто нынче выше всех. Но, кроме СССР, Мы умура-тараки. Мы приветствуем премьера По фамилии Амин. Задушил подлец подушку, Ствол лучшего дружка И зарыл тарачу тушку Средь арганского песка. Мы, конечно, телеграммы, Мол, Алинка, Физула, Мы не знаем вашей граммы, И у вас свои дела. Но, согласно отца дружбы, Можем денег предложить И военного оружия, Чтоб тебе спокойно жить. В общем, жили мы неплохо, И садили до конца, Расстреляв его со встоком Посередину дворца, Сразу радио рубили. Мол, авганская земля Про телеграммы не забыли Нам о браках гормалян. Правда, он буржур прожжен, Порчанистый, пустомрек, Но ведь рукоположенный Те, кто нынче выше всех Под надежную охрану Посадили во дворце, Где сидел он вечно пьяный, С пьяной думой милицем. Окрестили его голем По фамилии бобров, Войск прислали, Чтобы вором наломал В Афгане дорог. Но другой, Кто был всех выше В нашей собственной земле, Весь, как говорится, Вышел и в Кремлевский Лег в стене. Мы порадовались свитом, Но задумались слегка, Может быть, без Леонида Здесь ненужного брака. Долго думали, однако, Во все стороны поля Завобрала, завобрака Закалюжу кармана. Да к тому же пересменка Началась в родной земле, То он дров, то черненка, То бедно сидит в Кремле. Мы для каждой той зарады Здесь сломали кучи дров, Дожидаясь приказа, Он пришел, прощай, бобров. Без подушки и без пули Тихо сделали дела, Глядь, уже сидит в Кабуле, А Савис над Жигулом. Правда, в университете Он учился на врача, И людей на белом следе Часто резал с горяча. Возглавляя Морганхана, Это ихний комитет, Кого надо и не надо, Всех отправил на тот свет. В остальном нормальный бал, Мы с ним многое смогли, Да в Кремле пятно восстало. До свидания, Раджик. ПЕСНЯ 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 Вторая песня, не менее тяжелая, Это успел заказать я не считаю. Это авганский гарнизон, Конечно, всех их не перечислишь, Но несколько, где я могла, И вот эта песня. С ташкентской пересыпкою Последнюю бутылкою Проспились я и дам Воздушным сообщением Трудное измерение Другие города. Кабу, РСУ, Городом отмечет живой на скуке Штаб сорокам, А это дробь небесный гром, Камни с щедушкой И прапорщик с ведром Желат лопаты, волшебный слад Между бригад, что над рекой хранят Свой собственный поглост На часах, с бычком в сад И вертолетный полк витает в небесах Кулик умрю, тут хоть умрю Но вечно глина под ногой И речна мина под другой И каждый час пугает нас Рыбанувшись в тур на складах Боезапас Кундус, кундус Не хватит мозг Чтобы поэлько вдохновить тебя Прекрасным объявить землой мороз Весной понос И в круглый год жить или не жить Один вопрос Газни-газни Кругом огни Бьют джиха издалека И миномет из бугорка Бери с залу Гони хану Без темноты Она не стоит Этих сугор Гордец Пыли до небес Качают духи головой Перед бригадой Шторовой Бог Залупли В какой пыли Мы Сами духи Продохнуть Блине Смогли Шидать Шидать Здесь Маловат А тот Кто этому Не рад Пусть Отправляемся В гора Но здесь Огня Госпиталя Где Многова С ними Пухом На земля И Как Огар Сплошной Угар На Чёрной Площади Броня Горит Среди Ночи И Средня Но За углом Аэродром Где Нас Нельзя Где Ждёт Нас Праборщик С Ведром Есть ещё заказы? Останься в жилой Севастополь Иначе я тоже умал Такой уже первый Нет 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 Знаю Где Это Веде Юлии Святополь И Вереть Моя Силу Вну Вну Потом Нас Снимают Вот Эту Я ее пою медленно, ее еще поют без консамбли, я тоже пел севастополью, но я знаю, что она там звучала и в другом ржоком исполнении, возможно, она немножечко тоже подействовала на то, что случилось. Но я спою так, как ее пою. Еще и германские тропы, но выпью не все заросли, еще ты стоишь в Севастополе, на краешке русской земли, еще ты стоишь в Севастополе, на краешке русской земли. ПЕСНЯ 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 Вечной бывает только разлука, Вечной любви не бывает твоей. Пора птать, поздно плакать от Бога, От бесконечности встреч и разлуки. Вечной бывает только неволя, Вечной любви не бывала мой друг. Не остановись, поглянись от порога, Как горяча она, как молода. Вечной бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда. Вечной бывает только тревога, Вечной любви ты не знал никогда. Ей от тебя было нужно так мало, Остановись, приласкай, погляди. Вечной любви на земле не бывало, Значит, она еще вся впереди. Вечной любви никогда не бывало, Значит, она еще вся впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ Виктор Глебович, одну короткую. Могу только, если веселая, на ней и закончим. У вас, по-моему, ваша песня начинает со слов «Он был очень красив», я его не забуду, по-моему, «Бомиан» называть. «Бомиан», «Бомиан», «Бомиан». Ну, давай, на ней и закончим. Про наши пуды. Тем более, что ребята из «Бомиана» сидят. На прошлом выступлении я пел, в принципе, она посвящена Федору Борисовичу Болоткову, человеку из главного разведывательного управления, который там погиб. Ребята пытались его спасать, но им удалось. И мы теперь каждый год, 10 октября, встречаемся на кладбище Донском на его могиле. Вот здесь вот эта песня не названа, но песня посвящена ему. Надеюсь, закончим. Тем более, что она посвящена вообще-то и всем солдатам. Он был очень красив, я его не забуду. «Бомиан» — древний город, трех тысяч пищей. В скальных книжах две статуи, два исполина, два ноты. Всего вечности вер, изобрения веры. В Бомианской долине цветут облиросы, В виноградной лозой облите стволы. Там звучат ручейки, там ревут водосбросы, Там дома, как чайики над небелой. Даже солнце везде не горит, а сияет. Даже ветер всю ночь только дышит слегка. И дорогой царей на Каву проплываем, А жерелья долины — ее облака. Удов все не впервой, и в пятнадцать столетий Время не пощадило их каменных лиц. И надменным поколем на путник отсветит Пустота их изъедет, ветра глазнись. Буды быки одеты и в глину их злато, Злато смели монголы, а глину ветра. Буды были бедны, Буды были богаты, Буды были богами. Их память бестра величат в горды, Не поступли всевластные, Хорошие стуканы. Кто быквырил взгляд человека внизу, Был живым и прекрасным, Запрокинюши голову Русский солдат в Брянской долине. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Спасибо! Спасибо, что пришли. У нас еще полгода. Спасибо вам! Счастливо!